Перейдем с вами к следующим двум дихотомиям. Я бы, по-моему, не говорила, что пары признаков их называют дихотомией. То есть экстраверсия и интроверсия. Потому что они противоположные, они находятся как бы на разных концах одной линии. Точно так же логика и этика. Юнг называл логический тип мыслительным. Это вовсе не означает, что другой тип не думает нисколько. Просто он по-другому это делает. Просто сразу возникает мысль, что если один мыслительный, значит другой не мыслительный. Но нет, нет. Такого быть не может. Так вот, кто такой логический тип? Ну и вот современная соционика вместо мыслительных типов называет людей логиками. Мыслительный тип оценивает мир с точки зрения каких-то правил, каких-то логических связей. То есть можно сказать, что фокус внимания, логика, устремлен на информацию, на факты. То есть на нечто не связанное с людьми, нечто неодушевленное. Вот. Он придает большое значение логике фактов, законов, систем. Он не очень хорошо разбирается в отношениях с людьми, в каких-то проявлениях эмоций. То есть можно сказать, что логик попроще обмануть. Ну, это я как эти говорю. Вот. То есть логики часто доверяются людям, ну, просто потому что вот доверяются, да, и очень часто обманываются в своем доверии, к сожалению. При возникновении каких-то спорных вопросов, то есть когда он должен принимать решение, он ориентируется на целесообразность, на правильность. Допустим, если возник какой-то конфликт на работе, ну, да, даже не на работе, если возник какой-то конфликт с человеком, с которым есть еще деловые связи, то скорее всего логика предпочтет деловые связи, чем дружбу, вот, потому что для него это важнее. И когда речь заходит о каких-то спорных вопросах, то логик, как правило, аргументирует, то есть доводит свою точку зрения с помощью определенных фактов. Вот. Ну, то есть он не давит на собеседника при помощи эмоций или там «ты меня уважаешь» и прочее. То есть у логика другие методы доказательства. Вот. И различные схемы, договоры, какие-то бизнес-процессы, технические предметы, науки – все это сфера, где логики себя более компетентно проявляют. И вот как раз мы сейчас с вами переходим к тому, что логика делится. Вот. Делится на два подвида – экстравертная логика и интровертная логика. Юнк об этом тоже писал, но он так и называл экстравертное мышление, интровертное мышление. В современной соционике это называют деловая логика, и она обозначается с помощью графического такого квадратика черненького. И структурная логика, то есть интровертная, обозначается с помощью беленького квадратика. Ну и вообще так, на будущее запомните, если где-то увидите вот эти обозначения, то черное – это про экстраверсию. Белое – это значит интровертное что-то. Вот. И к типам, у которых сильная деловая логика, то есть экстравертная, относятся четыре типа личности – это Бальзак, Джек Лондон, Штирлиц и Габен. А к типам, у которых сильная структурная логика, к ним относятся тоже четыре типа – Робиспе, Максим Горький, Дон Кихот и Жуков. Включим. Так вот. Чем же отличается интровертная логика, которую можно встретить в БЛ, потому что белая логика, белый квадратик, да? И экстравертная логика, тоже можно встретить название ЧЛ, там, или черный квадрат, черная логика. Вот. Чем они отличаются? Интровертную называют структурной логикой и неспроста. Почему? Потому что у людей такого типа мышления, с сильной структурной логикой, у них всегда причинно-следственная связь. Они, ну, то есть рассуждают именно в этом контексте. Они мыслят на уровне моделей, больших систем. То есть это, ну, как бы, вы же уже знаете, да, что такое интроверсия и экстраверсия. То есть это логика, которая направлена на внутреннее понимание происходящего. И еще поскольку это логика, то не на людей, а на вот что-то такое безлюдное. Вот. По поводу примера, да, ну, допустим, если вы спросите у человека с сильной структурной логикой, как работает, допустим, двигатель машины, к примеру, да. Я, потому что этот же пример про деловую логику приведу. То человек с такой, ну, с сильной структурной логикой, он начнет издалека. То есть он уточнит, знаю ли я законы физики, знаю ли я законы механики. Если не знаю, объяснит мне. То есть вы понимаете, да, что он начнет с общих-общих-общих понятий. И когда я пойму, в чем суть какого-то закона, который вот в этом двигателе находит свое проявление, вот тогда он и подумает, что он достиг своей цели и объяснил мне. Ну, вот, деловую логику не так сделаем. Структурная логика в том числе отвечает за сохранение сюжетной линии, за такую четкость повествования, за логичность повествования. То есть во-первых, во-вторых, сначала, потом и так далее. То есть это очень четкое исследование определенной структуры. И структурная логика, она не описывает какие-то явления, она их, скорее всего, объясняет. То есть для нее очень важно найти связь между причиной и следствием. То есть можно сказать, что структурная логика направлена не вширь, а внутрь. То есть на какое-то внутреннее детальное исследование. И если мы говорим о задачах, то задачи во внутренней среде – это упорядочивание информации и ее присвоение через понимание и объяснение. Экстравертная логика. Она мыслит уже не на уровне систем, а на уровне фактов. Всегда, когда мы говорим про экстравертную вылету, мы подразумеваем, что есть некий внешний объект, внешний ресурс. Потому что она всегда связана с чем-то внешним. Она же экстравертная. То есть она оперирует конкретными какими-то объемами. Но это можно встретить в различных кулинарных рецептах, где четко написано «возьмите стакан муки, добавьте два яйца, смешайте» и так далее. То есть описана последовательность каких-то действий, фактов, с помощью которых мы можем получить определенный результат торта, например. В деловой логике относятся различные технологии, любовь к технологиям, любовь к тому, чтобы минимизировать время, которое мы можем потратить на что-то с помощью современных каких-то гаджетов или техники. Деловая логика в том числе отвечает за организацию. То есть за организацию, скорее всего, не людей, а за организацию процессов. Вот знаете, есть такое понятие, как делегирование. То есть вот есть несколько-несколько задач, и их можно эту задачу этому человеку отдать, этому другую задачу и так далее. То есть деловая логика всегда думает о том, что будет в качестве результата внешнего. Ну, на то она и экстравертна. И вот возвращаясь к моему примеру, если мы человеку с деловой логикой зададим вопрос, как работает двигатель у машины. Он первое, скорее всего, первое, что он сделает, он уточнит, а вообще о какой машине речь, какая марка, и конкретно на этой машине объяснит все. То есть он не будет вдаваться в какие-то большие абстрактные подробности про законы, механики, физики и так далее. Вот он конкретно на этой машине объяснит. Вот. И, допустим, тоже пример, да, по поводу опозданий. Если, например, человек куда-то опоздал, там, на пару или на встречу, то у интровертного логика, у него и такая цепочка мыслей, да, то есть есть определенные правила, регламент, допустим, да, его, эти правила нужно соблюдать. И если, например, я или там кто-то опоздал, он нарушил правила. То есть он всегда смотрит на что-то, на какую-то общую структуру, на правила в частности. И деловой логик в этом случае думает по-другому. То есть есть, да, есть правила, но есть также и причина. Например, там, опоздал на маршрутку или заболел. Можно нарушить правила, если есть определенный факт. То есть можно сказать, что структурный логик мыслит сначала большими понятиями и потом в это большое понятие погружает какой-то факт. А деловой логик всегда отталкивается от того, что у него есть, и внешние обстоятельства может как-то изменить то, что ему удобно и выгодно. Сейчас мы с вами посмотрим видео. Так, надо выйти. Вот, прежде чем это видео запустить, я тоже хотела сказать о том, что логики, этики, они существуют в нашем мире. Ну, вот, в частности, логики, да? И они вынуждены так или иначе общаться с людьми, потому что они находятся в социуме. И очень интересные такие моменты возникают, когда логики начинают пытаться описывать какие-то этические моменты, используя свою логику. Вот сейчас вы как раз увидите отрывочек, как логик описал... И сейчас я вам предлагаю размять свои мозги. Для этого мы с вами разделимся на две команды. Так, ну и вот команда одна спормируется. Одну сторону идите. Со всеми. То есть нам нужно, чтобы команды не мешали друг другу. Выигрывать будем? Вы будете, да, сгибетоваться. Вы не будем проигрывать. Слушайте. Хорошо. Смотрите, я вам сейчас каждой команде дам по листочку. На этих листочках содержится 10 задачек. Задачки такие с подковыркой. То есть структура задач у всех 10 одна и та же. Первым написано жирным шрифтом некоторая информация, которую мы принимаем как закон, как данность. Вот. Спорить с ней не можем. Ну, кто-то знаком с этими задачками. Они, в принципе, доступны в интернете. Ниже, под жирным шрифтом, написаны три варианта. А, В, С. И там есть тоже некоторое утверждение, которое может подходить под первоначальный закон, а может не подходить. И вот ваша задача сообща решить, что же из А, В, С в каждой задачке является наиболее подходящим. И вам на решение в каждой команде, ну, я думаю, 10 минуток достаточно. Сразу начнет пускать пузыри. Мы выбрали вариант А, так как если за пылька пускает пузыри, то она была отравлена. Другий факт. Согласна? У нас вариант С, если за пылька не пускает пузыри, то она не отравлена. Обосновывайте. Это более четкий вариант, потому что данное предложение говорит только о том, что в случае того, что она отравлена, она пускает пузыри. Это не подразумевает, что в других каких-то ситуациях она пускает пузыри. Вот и все. Другой, ты съел шоколадку, ты улыбаешься. Это не значит, что ты улыбаешься только когда ешь шоколадку, правильно? Правильно, но тут нет и опровержения. В варианте С, если за пылька не пускает пузыри, то она не отравлена. Да. Она может пускать пузыри, если она не отравлена. Об этом ничего не говорится. Поэтому нет, это ограничивающая рамка. Так. А в варианте А, если за пылька пускает пузыри, то она отравлена. Черт. Так, ну это одинаково. Вам сказать правильный ответ. Так, и так, давайте. Нет, давайте сейчас не подпорим, а еще полчаса. Уча, а потом правильный. Да, ребят, давайте, чтобы не спорить, я скажу правильный ответ. А он есть? Да, вариант правильный ответ С. А не подходит. Слышите, А не подходит, потому что она может действительно пускать пузыри по другой причине. И поэтому же Б не подходит, потому что она может начать пускать пузыри по другой причине. А С максимально подходит. То есть вы правы. Окей. Следующий ваш выход. Второй вопрос. В природе обнаружено более десятка тиалей. Все обнаруженные тиалей сплошь красного цвета. Вы выбрали А. Почему? По крайней мере, некоторые из тиалей красного цвета. У вас совпадает? Да. Молодцы, все, значит, спорить не будем. Третий ваш. Третий, правильно? Правильно, правильно. То есть, если я ничего не говорю, значит, совпадает с правильным. Существуют шакалы с больной мухропингией. У нас вариант А, не всякий шакал может попасть со здоровьем мухропингией. У вас. А вариант С, существуют шакалы со здоровьем мухропингией. Хорошо, объясните, почему С выбрали и не совпало с А. Ну, так же А, кстати, объясню. Ну, если существует шакал с больной, то, соответственно, со здоровьем тоже существует. Ребят, слушаете обоснование? То есть, вот А, правильная. Да, у нас С выбрана, но я не согласен. Красава, у нас не согласна, с вероятно, согласна. Ну, отнялся. Так что, я здесь не поняла. Что выбрали-то А? Мы все-таки выбрали А. Нет, я Б. Подожди, Маня, мы выбираем Б. И он выбирает Б. Правильный ответ в третьем А. Так, бацаны, я вас любил. Хорошо, четвертая, кто как? Почему не поняла? Они не правы революции. Срыгай к нам. Да, ну, пока вы... А, короче, в общем, Б не подходит, потому что они, возможно, все с больной мухрапендией. И С не подходит, потому что они тоже могут быть все с больной мухрапендией. Так, выровняйте сейчас. Так, четвертая. Вы? Четвертая. А, вы? Окей. Неправда, что наша тумельница большая и круглая. Мы выбрали Б. Наша тумельница маленькая или не круглая, или то и другое вместе. Угу. У вас совпадает? Отлично. У меня тоже совпадает, спорить не будем. Пятое. Если почесать губку за ухом, она начнет довольно шипеть. Если у губок довольно зашипит, то молоко поблизости скиснет. Мы выбрали вариант Б. Если почесать губку за ухом, молоко поблизости скиснет. Угу. У вас что? С. Молоко вдалеке никогда не киснет от чесания губков. Угу. Так. Команды, как будете расходиться? Б или С? А как может быть С, если ты можешь почесать, молоко просто скинет рандомно? Ну, ты же написано, он почесает. Нет, написано просто скинет. Нет, ну, я не знаю. Нет, ну, я не знаю. Ты сама идея просто глупа. Да, то есть у тебя есть два разных фактора. Ты чешешь губку, ты чешешь губку здесь, а молоко киснет там, как бы, вдалеке. Как бы, ну, это же разные факты. Да. Окей, правильный ответ Б. А, Е. Я сказал, что мы еще пойдем. Шестое. Шестое. Кто? Ага, шестое. Все куфельки радуют умол или красотой, а иногда даже и тем, и другим. Б. Не бывает глупых, некрасивых буфелов. У вас штаншисты? Отлично, у меня тоже Б. Седьмое. Найдено множество останков быдлозавров, но все они очень плохо сохранились. У нас вариант А. Некоторые останки быдлозавров очень плохо сохранились. Ну, я согласен, да. Ну, я согласен. Это третья команда. Дайте, ну, листочек. А большинство в вашей команде что выбрало? А, А. А? Ну, все, я тоже выбрала А. Самый сложный? Нет, нет. А, самый легкий? Восьмое. Некоторые лапухондрии нестабильны. А, не всякая лапухондрия нестабильна. У вас какой? У нас в сцене всякая лапухондрия стабильна. Угу, разные варианты, хорошо. Что можно сказать? Сейчас, секунду. Сейчас третья команда тут. Ну, что, он длинный поймет? Я к ним сейчас уйду. С у вас, да? Тогда пойду. Нет, я к ним больше хочу. С. Я как бы... Перебежщик. Хорошо, правильный ответ лапухондрия же, да? С. Вот. Девятая. Девятая. Вы говорили, что дубные и острые, и твердые. Оказывается, это вовсе не так. У нас вариант Б. На самом деле дубные тупые или мягкие, или то и другое сразу. У вас что? А, на самом деле дубные тупые или мягкие. Угу. Видите, эта задачка очень похожа на четвертую протумельницу. Прям вообще один в один структура. И прям один в один такой же ответ. У нас есть вовсе, мы вот именно за вовсе схватились. А, вы за вовсе схватились. Да, поэтому все-таки выбрать А-вариант. У нас разделяется. Можно положить, мы три очка ведем. Понятно. Правильный ответ 9 Б. А, это проедет будет, мы обостремся. Десятая. Кто у нас десятая? Очень важно, давайте от этого зависит ваша жизнь. Десятая кто? Десятая. Согласен. Давай. Кто-кто? Десятая. Если покормить бушку, она не, она успокоится. Спокойно бушку можно доить. Ага. С, после кормления бушку можно доить. Ну так неинтересно. Давай раздражаемся. Ну и меня так же. Конечно же у вас мог возникнуть вопрос, а зачем я вообще вам давала задачки, зачем я вас так на группу распределяла и так далее. Ну начну с задачек. Эти задачки мы даем для того, чтобы определить, в какой позиции находится логика у человека. Вот. И мало того, в какой позиции, какого она цвета. То есть вы знаете, да, что белая, это истровертная, черная, это истровертная. И эти задачки, они, как правило, отметают структурных логиков от всех остальных, потому что обычно структурные логики очень хорошо решают эти задачки. А эти? Беленькие, беленькие. То есть это Максим, Горький, Жука, Дон Кихот и Лобисвейер. Это беленькие. Беленькие квадратные. Вот. И еще одна из реакций на эти задачки, допустим, у этиков, она такая достаточно повторяющаяся, этики начинают смеяться. Они начинают смеяться и говорят, что такие шмурдики, а почему этому храпеньте, а где он находится и так далее. Вот. То есть их, можно сказать, запутывают сами задачки. Они уже не могут погрузиться в рассуждения, они погружаются в свои смешные мысли о этих нереальных существах, нереальных каких-то предметах. Логики, как правило, абстрагируются от вымышленных слов и видят за этими словами, ну, такие множества. А если там, ну, и причина-следственные связи, да, там, если А, то Б, значит, С и так далее. И достаточно легко, абстрагируя этими понятиями, решают задачки. Вас я разделила, ну, насколько я знала, да, то есть я начала с людей, типы которых неизвестны, на команду логиков и на команду этиков, а остальные люди уже просто как присоединились, так и присоединились. Если бы у нас была предательница, то есть у нас изначально обрекла на пройгрыш. Нет. То есть здесь этики в основном были, да? Ну, когда мы распределяли, да, вот здесь были этики, здесь были, ну, начиная с логиков. Вот. Я не знаю просто, к какому типу личности относятся люди, которых я вижу первый раз, но тем не менее, да? И если бы, например, у нас была какая-то встреча на проверку просто, как логики и этики по-своему подходят к решению разных задач, то если бы у нас была команда исключительно логиков и исключительно этиков, и если бы мы ввели все-таки счет, вот, то, скорее всего, логики больше очков бы заработали. Ну, а это у нас просто задание на то, чтобы вы посмотрели, как в действии проявляется логическое и этическое мышление. То есть я еще на самом начале говорила, да, что этики это не мыслящие люди, они просто по-своему мыслят. И логические задачи им дается сложнее решать все-таки. Вот. И как раз сейчас у нас будет с вами блок этики, где этики смогут оторваться. Неравычные. Кто такие этики? Ну, этики это некоторая противоположность логиков. Почему? Потому что у них фокус внимания направлен на людей. На чувства людей, на эмоции, на отношения между людьми. То есть так или иначе этики всегда выделяют что-то связанное с людьми. Допустим, если этика спросить про работу, он скорее всего так или иначе упомянет про коллектив. Хороший у нас коллектив, дружный и так далее. Мне классно там. И прочие моменты. То есть он может не рассказывать, какая у него зарплата, или может уделить не такое большое внимание своим функциям, сколько людям. Оценивает, конечно же, он мир всегда с точки зрения чувств, эмоций, своих переживаний, переживаний других людей. Он говорит с миром на языке положительных и отрицательных эмоций. Они, этические люди, они всегда в общении видят не обмен информацией, а обмен энергии, эмоциями, воодушевление другого человека, поддержка, эмпатия. Этики более склонны к такому проявлению эмпатии. Если, например, этик спорит, то он спорит не так, как логик. Ну, то есть он тоже, конечно же, выдает аргументы. Но когда аргументы иссякают, этик начинает манипулировать человеком, манипулировать отношениями с этим человеком, воздействовать на него своими эмоциями, менять его эмоциональный фон. То есть этик очень хорошо к этому подходит. Ему достаточно просто это дается. В спорах он, как правило, уговаривает, просит. У этиков очень хорошо развиты различные невербальные признаки выражения эмоций. Это и мимика, и жестко, и у них очень подвижная мимика. Следующее видео как раз будет про это. Что интересует этиков? Их интересуют люди. Их эмоциональное состояние, атмосфера в коллективе, отношения между людьми в коллективе, некоторое такое прогнозирование поведения. У этиков этики очень хорошо чувствуют людей на уровне того, предаст он или не предаст. Хороший он, либо плохой человек, совестливый, бессовестливый и так далее. То есть они оперируют вот такими понятиями. И да, если, например, возникает ситуация, когда человек должен выбрать между тем дружить с этим человеком, быть при разных точках зрения, либо все-таки продавить свою точку зрения, ну тогда и дружбе наверняка нет. Но скорее всего этики выбирают дружбу, ну немножечко как бы от в сторонку отводят свое мнение. Ну для них это не так сложно. То есть для них наоборот комфортнее дружить с человеком. Отключай. Так вот, этика, так же как и логика, тоже раздваивается и тоже делится на экстравертную, вот такой черный сапожок. И можно встретить название, сокращенно черное, этика, ну цвет то черный. И на интровертную этику, это белый сапожок, тоже можно встретить название БЭ. Экстравертную этику еще называют этикой эмоций. И четыре типа, у которых этика эмоций сильная, это Гюко, Дюма, Гамлет и Есенин. Интровертную этику называют еще этикой отношений. И к четырем типам, у которых этика отношений сильная, относятся Дрейзер, Наполеон, Достоевский и Гекслин. И переключайся. В чем разница между интровертной этикой и экстравертной этикой? Ну, эта интровертная этика или этика отношений, да, она прежде всего воспринимает отношения, то есть она ориентируется на внутреннее отношение к человеку и исходит из этого. Формирует какие-то эмоции и чувства исключительно из своего понимания нужности или ненужности для создания определенных отношений. Очень хорошо у этиков отношений получается рассуждать на темы морали, нравственности, справедливости, то есть этого внутреннего понимания. Ну, на самом-то деле у каждого критерия морали, нравственности свой, то есть это такой интровертный критерий. Ну и вот, собственно, у интровертных этиков хорошо получается рассуждать на эти темы. И этики интровертные, они, как правило, формируют некоторую модель отношений на основе какого-то своего опыта взаимодействия с людьми и поддерживают существующие отношения, либо налаживают и формируют новые отношения. То есть это некоторая такая невидимая сфера в человеческих отношениях, потому что интровертную этику ее не увидишь так ярко, как, допустим, экстравертную этику. Это нечто такое внутри. То есть это какое-то внутреннее понимание гуманности, поступков, каких-то, ну, понятий справедливости и так далее. То есть когда мы, например, говорим про то, что люди сблизились, это как раз речь про интровертную этику, про этику отношений, то есть дистанция психологическая между ними сократилась. Этика отношений также отвечает за сострадание, за сочувствие, за эмпатию и за умение понять мотив поступка этого человека. Ну и задача ее во внутренней среде это некое формирование личностного отношения к различным объектам или людей. Экстравертная. То есть экстравертная этика или этика эмоций, или черная этика, тот самый черный сапожок, она тоже, конечно же, как и интровертная ориентирована на людей, но она ориентирована не на отношения, а на эмоции, на создание эмоционального фона, на умение понимать, какие эмоции здесь и сейчас нужны этим людям, на умение мотивировать через эмоции, на умение воздействовать на решение людей посредством эмоций, эмоционального давления, можно так тоже сказать. Вот. То есть сфера эмоций, это сфера как раз Гюгул, Гамлета, Есенина и Дюмара. Это четыре типа. И если мы, например, говорим про то, как экстравертный этик общается с миром, он иногда может показаться слишком экспрессивным, потому что эмоции в нем постоянные, они бурлят. И иногда он выражает свое отношение к какому-либо предмету, то есть свои эмоции, не с помощью нормальных слов, да, а с помощью каких-то просто междометий, но сказанных так, что уже без дополнительных слов понятно, какую эмоцию у нас испытывают сейчас. То есть они там говорят какой-то там класс, ух ты, супер, здорово, там и так далее, the best и прочие современные слова. Вот. То есть вот это вот яркое эмоциональное отношение к объекту, это вот все про экстравертных этиков. То есть можно представить экстравертную этику как некое такое большое море, которое наплывами эмоциональными накатывает и как-то воздействует на берег, на море. Так, ну да, и вот как раз экстравертные этики, у них более подвижная и более живая мимика. Конечно же и у тех и тех она живая, яркая, но у экстравертных она особенно ярко выражается. Экстравертные этики очень любят выступать на публику, то есть это вот и актерство, и песни, пляски, танцы и так далее. Это любой повод для того, чтобы выразить свою эмоцию для этиков нужен, важен и так далее. Так, и вот сейчас... А, нет, ну так, давай я уже с другой слайд, а потом мы увидим там. То есть таким образом мы с вами рассмотрели логику и этику. Ну и вот как бы подытожим, да, что такое логика и что такое этика. Ориентация у логиков на систему закон порядок, у этиков чувства и эмоции людей. Деятельность у логиков связана с анализом и установкой логических связей, у этиков с работой, с различной работой с эмоциями и отношениями. В спорных ситуациях логик скорее проигнорирует симпатии, антипатии, а этик скорее у него будет приоритет личных отношений. Ну и вот внешние, если говорим про внешние проявления, ну, то вообще есть такое мнение, что у логика более активна верхняя часть лица, подвижная, а у этика более активна нижняя часть лица, то есть это все, что связано с ртом и так далее. Вот, теперь видео. И вот как раз на этом видео вы увидите, как ярко проявляется этика эмоции. Это и не не. Вот, собственно, пелагея, ее достаточно много, кто из зоников относит к экстраверстным этикам, в частности, к гейбордам. Она вот, может быть, несколько утрированная, но тем не менее показала, как этики взаимодействуют с этим миром. И сейчас мы с вами выполним упражнение. Вот, то есть если в предыдущем упражнении логики могли себя показать во всей красе, то сейчас этики. Продолжение следует... Продолжение следует... Расскажите, пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями, как вам было договариваться, кому показалось, что их собеседник как-то так прям добил на него или манипулировал и так далее. А то страшно. Меня же антажировали. Меня же антажировали в увольнение. Хотели, чтобы я поступил с договоренностью со своими друзьями, заплаченный за концерт деньгами, чтобы я остался в свои выходные работать, перерабатывать за тот же оклад, который стоят эти часы. Но в итоге нам удалось договориться, 2-месячные зарплаты за пару часов, и я отказываюсь от концерта. Понятно. То есть ты решил остаться на работе и не ехать на концерт? Ну, знаете, за 100 тысяч можно и отказаться от концерта. Раз в 10 лет такое бывает. Ну, просто мы условили, что заклада 50 тысяч в месяц. Ну, ладно, хорошо. Нет, такого условия нет. Сипа, 10 лет. Можно было выдумать хоть какие условия. Я так и друзей выдумал, пришлось до этого. Друзей выдумал, выдумал бы раз в 10 лет. Хорошо, ладно. Еще кто хочет ходить с нами? Ксюша, да, я работала. Я предложила ей кучу вариантов, то есть и заплатить там, и премию, и, не знаю, работник года и так далее. Она такая, нет, нет, нет. Ну, да, предположим, да. Она такая, нет, нет, нет. Я, говорит, вот жирова там этот концерт там веками, я к нему там готовилась. И она такая, мне предложила такой вариант. А может быть, я, говорит, подальше приду на работу, или, как бы, в понедельник, например, стоит урочная. Ну, там, на сколько она такая? Ну, на час, как бы, подальше, это как? Ну, ладно, договорились. Ну, значит, мы как-то быстро, да. Мы договорились, то есть как удобно было бы выйти из этого положения. Хорошо, ладно. Еще кто-то хочет поделиться? Я хочу поделиться. Я думал, что наша задача договориться за 5 дней. Только просто в каких условиях. Ваша задача была прийти к какому-то решению. А, просто, да? Да. Просто я сейчас читаю, и оказывается, мне надо было вообще ни на что не соглашаться. Ну, как будет? Ну, ты так понял. Хорошо. Кто еще лучше поделиться? Ну, я давайте скажу чуть-чуть. Ну, договаривались. Я понял, что не всегда логика работает. Человек видно, что он на эмоциональном плане воспринимает. Я был ребенком, да. То есть я понимаю, что если бы мне слепить Нью такую жалостную, или даже заплатить, упасть на пол, она по-любому сокрасилась. Ну, ты мог же сделать это. Ну, я упрекся и не подумал об этом, что нужно на эмоциональном плане. Тут все инструменты хорошие. Ты мог как логично продавить. Я нам реально на логике все строил. То есть, да. У нас тоже была логика с ребенком. Ну, мы повторяли ситуацию, да. И как мы вышли. У меня была руля ребенка. Я играла четко в воздействии своей дочери в такой же ситуации. А Света, она не оказалась не готова, потому что дети доказывают. Не понимают логику. Ну, да. Нет? Давай купим, когда будет премия в следующем месяце. А когда будет премия? Поэтому мы, до конца, все будем доживаться. А мы не будем. Ну, я же не могу ребенка у нас. Ну, я же не могу, я так говорю сейчас.